Общая площадь дома около 700 квадратных метров. В этом доме 5 спален, комната, где есть домашний кинотеатр, где есть удобные кресла с массажем, очаг, камин, включается нажатием кнопки, вся комната оборудована системой «Умный дом». Глубина бассейна до 2 метров, сам бассейн 10 метров. Это очень хороший размер для лондонского дома. В каждом крупном английском агентстве недвижимости теперь есть русскоговорящий сотрудник. Или же это просто русская компания. Инесса – глава одной из них. Ее клиенты – миллионеры. Сразу после переезда в королевство они приходят на просмотр дома с телохранителями. Но жизнь в Лондоне их постепенно расслабляет. Последний раз один из таких клиентов приехал на такси. Я искала, глазами старалась найти его бодигад или хотя бы водителя не могла найти. Он сказал, да, я на такси приехала. То есть я хочу сказать, что Лондон очень меняет людей. И наши люди меняют Лондон. В дорогих районах даже появляется призрак Рублевки. В моде строительство целого комплекса именно для русских клиентов. Да, все. Графы, бизнесмены. Все у нас переобуваются. Одевают жилеты, обувают сапоги. Один из таких домов еще строится. Самая дешевая квартира здесь стоит 5 миллионов. Этот комплекс даже не будут рекламировать. Спрос уже превышает предложения. Здесь все соответствует европейским стандартам и вкусам русскоговорящих клиентов. Во-первых, в этом комплексе высокие потолки. Огромные по размеру квартиры. В целом же русских районов Лондона нет и вряд ли появится что-то похожее на Чайна-таун. Так называемая... Редактор субтитров А.Семкин